Друзья, приветствую! В прошлом видео мы с вами на примере романца «Дорогой длинную» ехали на тройке с бобинцами. Мы говорили о том, что можно экспериментировать с темпом, опираясь на целые куски произведения, например, фразами. Какую-то фразу замедлять, следующую фразу ускорять, или непосредственно в рамках одной фразы, которая состоит из нескольких тактов, это может быть весь куплет или весь припев, играться с темпом. Сейчас мы с вами немножечко сузим фокус нашего внимания и поговорим о том, что можно благодаря темпу создавать определенный колорит в мелодии, только лишь играясь в пределах одного такта. Например, такт начинать медленнее, а концу ускоряться, потом следующий такт опять медленно ускоряться, или наоборот, начинать быстро, а концу такта помедленнее, опять быстро, а концу такта помедленнее, как будто бы вот так вот овальное колесо такое крутится. Но я когда играю, у меня такое сравнение, что корабль поднимается на волну медленно-медленно, потом раз спустился, потом опять медленно-медленно поднимается, потом раз спустился. Ну или наоборот, раз скачил, завис, и потом медленно падает, раз опять скачил и падает. Здесь уже как ваше воображение сыграет. И в качестве примера мы возьмем мелодию из репертуара Элвиса Пресли «Love Me Tender». И сыграем, вначале давайте просто я сыграю на одинаковом темпе все. Ну, смотрите, как она будет звучать. Ну, скучно, согласитесь, да? Как шарманка, как будто та-та-та на одном и том же темпе. А сейчас мы давайте попробуем каждый такт играть следующим образом. Начинаем его чуть-чуть живо, под конец такта замедляемся. Следующий такт опять живо, опять замедляемся, опять живо, опять замедляемся. И посмотрите, как у нас начинает звучать композиция, намного больше выражения, больше эмоций получается в каждом такте. Субтитры подогнал «Симон» Вот мы как с вами играли. Начинаем немножко живо, под конец замедляемся, опять живо, замедляемся, живо, замедляемся, и так далее. Ноты я прикреплю под этим видео и табулатуру, так что можете поэкспериментировать, сами пощупать, поиграть в одном темпе, потом каждый такт, потом немножечко живее, потом помедленнее, и почувствуйте, как меняется колорит и общий окрас произведения. Если этот совет показался вам интересным, и вы собираетесь играться, и экспериментировать, и применять изменение темпа в своей практике, обязательно ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе, когда появляется новое видео на моем канале. Делитесь этим видео в социальных сетях, а мы с вами увидимся в ближайшем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok